Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, Устуды, Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Не устойливая надворье со слабой плюсовой температурой и короткочасовыми опадками, выглядя мокрого снегу и дождю, в ближайший час захавается на Гомельщине. По передних прогнозах Синоптыка у Гидромедцентра завтра у регионе будет воблачно с прояснениями. На большей части в области у первый день зимы чекается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедится. Ветер заходный 4-9 метров за секунду, махчимы порывы до 14, местами до 15-18. Минимальная температура поветра у ночи от минус 2 до плюс 1 градуса, максимальная у день до плюс 4. Подобный вельгодный, однако относно теплый характер надворье на Гомельщине захавается до конца тыдня. И он будет супроводжаться короткочасовыми опадками в выгляде мокрого снегу и дождю, а так само гололедом и слабым туманом. Супрацовники областного управления Державтоинспекции у свою чергу нагадывают водителям, что с завтрашнего дня автомобилистам необходимо выкрыстовывать зимовые шины. За невыконание этого распоряджения порушальников шекает администрационное покарание. Супрацовники ДАИ так само нагадывают, что зимовый период водителям и пешеходам треба быть особливо уважливыми на дорогах. Хотелось бы обратить внимание водителей на учитывание погодных условий, то, что необходимо учитывать дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также учитывать и выбирать правильно скорость движения автомобиля. Пешеходам обращать особое внимание на состояние тротуаров, скользкости и обледенения, поэтому быть внимательными и при движении в темное время суток, конечно же, используются все это возвращающие элементы. Аномалии на дворе унесли коррективы в звыклую працу некоторых службов. У опошние сутки коммунальные предприемства працевали во взмоцменном режиме. Обледенение штротуару добавило пациентов травматологичным пунктом. С подробязностями Ганна Ковалева. У опошние сутки Гомельщину накрыли полдневые циклоны. Упицентр и стихия, пынулся областный центр. Только за одну ночь тут выпало 10 сантиметров снегу. На боротьбу съем снегоуборочная техника вышла еще в полночь. С наступствами снегопаду змогались 61 аккаута тракторные техники. На расчистку магистральных вольцев и накомбинованных дорожных машин выехали калят 12 ночи. Перш за все силы были кинуты на те участки, где есть рук громадского пассажирского транспорта. Убирать беж с гололедицей выдатковано больше за 1000 тонн пешча на соляной сумесе. Как провести эту працию оперативно, на улице вышли больше за 1000 отборников. Зимний период 2015-2016 года мы укомплектованы снегоуборочной техникой. У нас ее достаточно. Утверждены маршруты движения этой техники. И мы не видим проблем. Даже если будут какие-то стихийные бедствия, мы готовы к выполнению своих задач. Праца небесная канцеляра додала и медикам. Только за неделю травматологичное отделение первой городской клиничной больницы поступило коля сотни пациентов. Тогда, как у любой инший день, их у двоя меньше. 40 человек отримали так званые гололедные травмы. 14 их с пероломами, 5 раз с широпно-мозговыми травмами. У сим была оказана оперативная медицинская допомога. Частка неоткладно шпитализована. Это связано с тем, что люди еще не привыкли ходить по скользкой поверхности. У них нет адаптации этой ледовой, гололедной. И они ведут себя так, как будто идут по чистому, ровному асфальту. Какая-то специальная зимняя обувь. И ходить так, как будто ты идешь по льду. То есть, немножко присевши, немножко настороженно, быть готовым к падению. У ближайшие сутки суровые циклоны смешать обороты не сбираются. Синоптики поперечивают, что небезпека умов на двор, яда ауторка может досягнуть оранжевого взрунью. Ганна Ковалева, Ихар Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине увековечили память еще 32 червоноармейцев, которые загинули подчас боев за Беларусь. Сегодня на братских могилках у агрогородка Учирковича и Светлогорского района открыли мемориальную плиту с прозвищами воинов, которые до этого лечились невядомыми. На жалобном урачистом мероприемстве побывал Алексей Нтероу. Зима, снег на древах и некий незвычайный спокойно. Вот и не верится, что в 44-м тут шли вельми жесткие бои. Причем докладное прозвище усих загинувших червоноармейцев невядомое до этого часа. Старожилы вездки Черкевича узгадываясь, что после вызволения працевать на палетках было немогчимо. Столько на их заставалось боеприпасов, что 30 загинувших червоноармейцев, то их останки находили на протягу еще нескольких 10 годов после закончения войны. Причем прозвища маль трех тысяч похованных воинов, невядомые до этого часа, у Черкевичским музея боевой славы боям на территории Тогочасной Полесской области присвечена особная экспозиция. На проконце 43-го эту территорию вызвалили от захопников, але не утримали. Сгодно с офицерными дадинами у боях тут загинули клядь 20 тысяч солдат и офицеров червоной армии, причем есть подставы мерковать, что это не полная дадинная. Ведьмы уже жесткими были бои, хоть их и называли мясового значения. По территории правобережья Березины каждый населенный пункт, каждая высота были укреплены до шести рядов прямостоячих окопов, колючая проволока, доты, дзоты. И вот на эти укрепления немцев бросали нашу роту. Бросают, погибают, отводят, пополняют опять. Первые месяцы даже не давали отдохнуть, вот именно прямо в бой. Потом дополнительно, вот именно в январе, ввели еще дивизии. Еще на початку этого года были вядомы прозвища 2775 воинов, які похованы у братской могиле у агрогородку Черковича. Теперь на плитах на 138 прозвища Бош, причем 32 их высветили у листопаде. Те род загинувших и уродженец Казахстана Мухжан Саукамбаев. Родные шукали место его похования 70 годов. За отповедной просьбой до представников Департамента финансовых расследований у Комитата Державного контроля Беларуси звернулся навод унук загинувшего воина. За помогой супрацовников местного военкомата и Садлогорского историко-кризнавчика музея просьбу задоволили. Первичное, что он погиб именно в Беларуси, узнали через интернет, что он погиб 21 января 44-го года. До этого было, когда искал наш отец, то было, что он пропал в бездействии в 42-м году. А потом вот он искал, не нашел, а вот мы, дети, уже внуки его нашли, мы его здесь. Мы жили в одном большом Советском Союзе. Мы ходили вместе в школу, мы играли вместе в футбол. И между нами отличий нет, что я беларусь, он казах или татарин. Поэтому сегодня именно мы еще ближе стали к Беларуси. Сегодня в Казахстане живут около 50 унуков и у правнуков Мукжана Саукамбаева. Теперь некоторые, что год, будут приезжать на могилу родного человека, который загинул в боях за Беларусь. А по куль на его могилу привезли землю родимые и служили молебен, сгодно с традициями жахаров Казахстана. Олег Сенчаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Третьяга, Снежне, у четверг, комитет Державного контроля у Гомельской области проведет черговую телефонную линию. Тема размовы с жахарами региона – несвочасовая выплата заработной платы. Звернуться до специалистов можно будет с 11 до 12.30 по номеру Гомеля 23-83-87. Молодь будет поляпшать имидж своих районов. До такого вынику пришли у дельники 6-го областного форума лидеров дитячих и молодежных громадских объединений органов школьного самокерования. Выника у реализации распрацеванного проекта придется чекать целый год. Однако юные лидеры обещают, что оригинальных и корыстных мероприемствов у его рамках будет проведено немало. Форум лидеров в области проводится в шестый раз. Самые активные представники у всех районах съехалися в Гомель, чтобы продемонстрировать выники уже реализованных проектов и пропоновать новые идеи. Такая практика полностью поддержана уладами. Дорослые не за все добачат проблемы молодой, а юным же хорам региона с детства нужно быть отказными и инициативными. Несколько лет назад мы убедились в том, что необходимо работать более конкретно с теми ребятами, которые обладают лидерскими качествами. Передать знания – это очень хорошо, а формировать именно лидера, человека, который бы мог повести за собой какую-то общественную организацию, направление, молодежное движение, нужно несколько лет, и взрослые педагоги должны оказать помощь. За последние годы в регионе реализованы десятки проектов. Пытания, которые хваляют молодь, самые разные – от установки новой малой архитектурной формы до повышения престижа армии. Часом идея для проекта может народиться за дроби земли. Например, в ушне початковых классов на перепынку перекулили горшок с кветками. Их треба было чем-нибудь занять и направить энергию в мирное русло. Так у лечицах народился проект «Динамичная перепынка». Мы вместе приходим на перемене к детям. Детей очень много, с первого по четвертый класс. Мы приходим просто в холл, включаем музыку и начинаем танцевать. Простые флешмобики для детских, простые движения. Также мы играем с ними в игры собственного сочинения. И танцы тоже придумываем. И таким образом дети выплескивают свою энергию и продолжают дальше обучение спокойно. Под час этого форума юные лидеры обмерковали новые проекты. Самые буйные из них накерованы на представление своего района по-новому. Историчные, патриотичные, туристичные мероприемства на протягу года будут проходить по всей области. А про сгод лидеры сберутся снова, как обмерковать выники. Вольга Вальченко, Катерина Сопельникова, Дмитрий Радянко. Телерадиокомпания «Гомель». У Минску разыграли у Знагороды Кубка Краины по боксе. У Агольным залику Гомельская область заняла третье место. У Вецы проходили бои мясового значения, а лез международным размахом. 16 команд приняли уделу открытым республиканским турниры на призыветка узкогараевы Конкама. Юных боксеров турниру Вецы сбирают уже в 12-й раз. С каждым годом растет колькость удельников, а значит и конкуренция за узнагороды. В этот раз на споборниство не приехали только боксеры с Брестской в области. На такусе регионы республики выставили бойцов. В России прибыло две дружины – с Белгорода и у Нечи. Турнир растет, развивается и, я думаю, что способствует не только спортсменам развитию, но и вот этого спортивного духа наших детей, которые на самом деле в данный момент где-то отлинивают от спорта, где-то какие-то ухищения ищут. Но мы стараемся и, на самом деле, турнир способствует этому. Усягона с поборництвы приехало 120 удельников. На рынку за узнагороды змагались бойцы в трех узростовых категориях – от 12 до 17 годов. Для боксеров турниру Вецы готов опыт. Для их тренеров – махчимость оценить ближайшую перспективу. Мы с таким же интересом приехали, чтобы обкатать команду. Мы приезжаем, стараемся часто на него приезжать, посмотреть перспективных, посмотреть людей с областей других. Очень хороший тренинг. Выхованцев Ветковской с Дюшар. Статус господару обовязывая выступить на высокем узровне. До споборництва команда архтовалася и был разлик на медали. У нас очень обновленный состав. Малыши и юноши, малыши-школьники, можно сказать, что проводят свои первые бои. Да, где-то проигрывают, но тот, кто уже давно занимается, они, естественно, сегодня будут в полуфинале. Надеюсь, что дойдут до финала. Шастера Веткаучан добрались до финала. Перемахчись своего соперника змог только Василь Герасимчук. А кроме того, на рахунку мясцовых боксеров – шесть бронзовых узнагород. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфира.